Добрый день всем! Посмотрите короткое слайд-шоу с трассы Москва-Томск. Местами буду комментировать фотографии. Это сейчас движемся в сторону Ярославля. Но основная цель и задача этого слайд-шоу это объявление. Я создал второй аккаунт называется видео дорог 2, где намерен размещать видео без ускорения с реальным звуком из салона автомобиля. Разговор дальнобойщиков в эфире, то есть то что реально слышно в салоне автомобиля за все время движения. Далее такой, скажем, нюанс. Я на новом аккаунте имею нулевой рейтинг, нулевую, как там написано, так господи... В общем там у меня все по нулям. Чтобы размещать видео длительностью более 15 минут, мне необходима там подписчики. То есть какая-то активность на канале. Поэтому я разослал ссылки кое-кому, но не всем, нескольким подписчикам. Вот если вам интересно смотреть видео без ускорения, то есть с твоей атрибутикой, которую я говорил, то подписывайтесь, информируйте и активизируйте этот канал, этот аккаунт. Это вот фотографии с дороги. Останавливался специально снять очень красивые места. Зашел в лес, ландыши, занесенные в красную книгу. Это цветочек земляники. Очень красиво. И запах от ландышей слышен. Ландыши не срывал, просто фотографировал. Так вот, чтобы... Во-первых, на основном аккаунте видео дорог России видео будет в прежнем режиме, в прежнем темпе, то есть ускорено в два или в три раза. На втором аккаунте видео дорог 2 видео будет, как я уже говорил, в реальном времени. И поскольку у меня и рейтинг, и репутация на новом аккаунте нулевая, если вам интересно, то пожалуйста, помогите в этом плане. Так, это мы в Костроме. Фотографии в Костроме. Славный город Кострома. Из окна автомобиля не очень четко, через стекло. Состояние дорог в городе видите сами какое. То есть дороги нуждаются в определенном внимании. Вот какая-то авария произошла на трассе. Вот дороги, дорога между Костромой и Кировом. Это еще, скажем так, цветочки. Не помню ягодки я снимал или нет. Ну да, вот они уже пошли. Ягодки. С временами дорога замечательная, временами просто отвратительная. В ближайшее время протестирую со своими настройками новую видеокамеру. Прошлый тест был с заводскими настройками, поэтому там и голубоватая подсветка и нет системы компенсации вибрации. Ну то есть пришлось заново, не то что заново, перестроить. Инструкция была на русском языке, но такая куция. Вот замечательное место за Пермью. Просто невероятно красивое место. Много рыбаков и слева и справа. Место для короткого отдыха. Я думаю найти будет на трассе очень сложно. Невероятно красиво, уютно. Здесь и малинник. Вот здесь малинник среди деревьев. Постаралась как можно больше дать информации. Так, на чём я остановился. Вот леса. Лес база. Но это снимал облака, в основном красивые. Так что кому будет интересно смотреть видео в реальном времени, без ускорения, с реальным звуком, то ссылки уже я разместил. И под этим видео в описании будет ссылка на второй аккаунт. Так что принимайте решение. Это уже мы за Пермью. Очень красивая дорога. Следы от торможения это уже вызывает, должно вызывать внимание. Вызывать пристальное внимание. Очень красиво. Но комары они везде присутствуют. Хотя здесь их и не очень много. Радуга после дождя. Сколько можно было, как возможно было снять, я снял. Красивые облака навесли на трассе. Сумрачные, вот такие, знаете, свинцовые, тяжелые, вызывающие. Это специально остановился, сделать несколько кадров. Это Кировская. А, нет, не Кировская. Врать не буду. Это уже за Пермью. Это уже за Пермью. Невероятно красивые места. Просто как в сказке какой-то. Так стоял бы и не уходил. Вот лесные цветочки. Вот такая успокаивающая атмосфера, обстановка. Можно остановиться, отдохнуть. Ну, снова дорога. Ну, вот такие дома встречаются довольно-таки часто. Это небольшие поселки вдоль трассы. Это я сейчас остановился на объездной дороге Омска. Там ремонт дороги идет. И скопились. Вот какой хвост стоит за мной. Ждут своей очереди. Это окружающая природа. Вот место стоянки, где стояли, ждали, когда нашу колонну пустят. Вот уже не знаю, честно говоря, где. Но на участке от Омска до Новосибирска. Вот в этом диапазоне. Можно оценить и состояние дорог по некоторым фотографиям. Почему снимал на фото? На нем больше детализации, лучшего качества, чем видео. Ну, это уже Томск. Вокзал Томска. Центральная площадь. Это у нас город Тайга. Новосибирск. Ну, все. Спасибо. Жду. Жду. ard doses Google的人. и Этπε healthcare. Новосибирск. 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 Продолжение следует...